Пионерское лето Скорее, скорее отсчитывают листки календаря, отстукивают стрелки часов и, конечно же, сердца всех мальчишек и девчонок. Впереди их ждет увлекательная и полная романтики жизнь, лес и речка, походы-экскурсии, спортивные игры и веселые песни у костра. Сегодня в пионерский лагерь Горки отправляется очередная смена. Нынешний 1976 год знаменателен вдвойне. Лагерю исполнилось 25 лет. В юбилейном году путевки получили самые достойные. А многие из пионерских вожатых в прошлом не одну смену провели в Горках. Это настоящие ребячьи вожаки Юлия Ладыгина, Владимир Смирнов, Татьяна Казакова, Александр Самошкин и многие другие. Пионерский лагерь Горки расположен недалеко от Подольска на жилописных берегах реки Нары. Работники предприятия немало потрудились, создавая прекрасные условия для отдыха ребят. Просторные светлые корпуса, чистые и уютные площадки для игр. Все это великолепие начиналось 25 лет назад, весной 1951 года. Сами строили первые деревянные домики, расчищали территорию, прокладывали дорожки. Лагерь создавался не сразу. Много славных дел в истории его создания. И многое поэтому могут вспомнить гости, приехавшие на торжества. Здесь и представители администрации предприятия, бывшие начальники лагеря, старшие пионервожатые. Все, кто много лет назад своими руками строил его, благоустраивал, вел воспитательную работу. Перед собравшимися выступили председатель правкома предприятия Алексей Сазоныч Соколов, начальник лагеря Михаил Лукич Тетерюк, бывший секретарь порткома Василий Серафимович Пестов. В своих выступлениях о недобрым словом вспомнили и директора предприятия Героя социалистического труда Виктора Максимовича Сабельникова, и первого начальника лагеря Горшкова, старших пионервожатых Красавину и Гордеева, строителя лагеря Воробьева и многих-многих других. Среди гостей, принятых в почетные пионеры, были Виктор Николаевич Сизов и Сергей Алексеевич Малышев, внесших большой вклад в строительство лагеря. После торжественной части юбилярам были преподнесены подарки. Гости лагеря и его молодые хозяева заложили аллею дружбы, символ преемственности поколений в деле дальнейшего благоустройства лагеря. Начинается спортивный праздник. В нем принимают участие команды гостей и хозяев. В распоряжении ребят целый спортивный комплекс, стадион, беговые дорожки с искусственным покрытием, секторы для прыжков и метания и даже поле, засеянное настоящей футбольной травой. Дождливая погода не в силах остудить пыл спортсменов и болельщиков. Не каждый пионерский лагерь может похвастать собственным плавательным бассейном. В этот праздничный день здесь проводятся веселые старты. Каждый может показать свою силу, ловкость и быстроту. Субтитры создавал DimaTorzok Спортивный комплекс тоже сложился не сразу. Тогда, 20 лет назад, соревнования проводились просто на травке. А теперь здесь есть даже свой земляк-олимпиец Виктор Соколов. Туризм – это тоже спор. В шоках есть немало любителей путешествий. А какой поход может обойтись без рыбалки? Ну а если не клюет, можно утешиться и таким уловом. Что может быть прекраснее яркого солнца, свежего воздуха и безоблачного неба? Каждый может выбрать себе занятие по душе. Приготовить обед под пролинным дождем тоже надо уметь. И пока рыцари колдуют над костром, слабый пол ожидает результата в сухом местечке. А вот и результат. И кажется неплохой. Но походы и экскурсии – это не только отдых на свежем воздухе. Это еще и изучение родного края. Подмосковная земля бережно хранит следы далекого и недавнего боевого прошлого. Малоярославец, деревня Тарутино – немые свидетели подвига русского народа в Отечественной войне 1812 года. А здесь проходила линия фронта Великой Отечественной. И все, что найдено, что увидено и услышано красными следопытами, становится экспонатами краеведческого музея в пионерском лагере Горки. Для тех, кто придет потом, кто примет эстафету поколения. В лагере активно работает и детская техническая станция под умелым руководством Валерия Подчуфарова и Анатолия Тимофеева. Здесь ребята владевают искусством чеканки, выжигания и выпиливания. Ежегодно проводится отчетная выставка детского творчества. В целом по Московской области пионерский лагерь Горки неоднократно занимал призовые места. С большим энтузиазмом участвуют ребята в проведении Дня леса. Под руководством штаба зеленых и голубых патрулей этот праздник превращается в увлекательную игру. В импровизированных представлениях с участием леших и других фантастических обитателей леса ребята учатся серьезному делу охраны природы. Берегут от засорения реку Нару, очищают лес, ухаживают за птицами и муравьями, собирают лекарственные травы. Много сил, умения и сердечной теплоты отдают ребятам не только вожатые и воспитатели. В юбилейном году здесь работают те, кто посвятил этому делу много лет. Мария Савельевна Ковалева, Галина Алексеевна Плашай, Шеф-повар Тамара Григорьевна Овчинникова за 10 лет выкормила, наверное, целое поколение. И ребята чувствуют себя здесь совсем как дома. В этот праздничный юбилейный день каждый мог проявить свои способности и таланты. Даже серьезные и строгие воспитатели на сей раз показали свой веселый вариант бременских музыкантов. На подведение итогов праздника, а с ним и юбилейного лета, самым достойным были вручены награды за активную общественную и спортивную работу. Надолго, может быть, на всю жизнь останется в памяти ребят чудесное пионерское лето на берегах Нары. До свидания, лагерь! Здравствуй, школа!